Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Какие методы используются для предупреждения уличной преступности? Будут ли возрождаться ДНД? И кто может пополнить ряды народных дружин? Об этом говорим сегодня в нашей студии командир ДНД Самары Иван Андреанов. Кто заинтересован в таком виде деятельности, звоните по телефону 202-11-22 и задавайте ваши вопросы. Здравствуйте, Иван Павлович! Здравствуйте! Для начала хочу озвучить информационный повод для нашей беседы. На днях новый начальник управления МВД по Самарской области Сергей Солодовников сообщил, что намерен использовать советские методы профилактики предупреждения уличной преступности, конкретно ДНД. И до конца этого года он собирается мобилизовать до 5000 членов добровольных народных дружин. Мы вас знаем как главного дружинника города. И хотелось бы узнать, как вы примете участие в организации вот этого процесса в этот раз? Ну, начнем с того, что я уже принял непосредственно участие в патрулировании и в рейдах, которые организованы, были, скажем так, с новыми силами, в новой униформе, с участием непосредственно практически всего начальства и управления внутренних дел Самарской области, и городского. И хочется сказать, что сейчас с приходом нового руководителя регионального органа МВД, я думаю, что существенно сдвинется ситуация. Потому что ранее как бы на территориальном и на городском уровне были, не все вещи как бы нам по нашему статусу были доступны, не все возможности были для коммуникаций. Сейчас, конечно, очень значительная работа проводится. Буквально в считанные дни были мобилизованы очень серьезные силы полиции для патрулирования города. То есть не только касательно дружинников. Дружинники были одеты, скажем так, в светоотражающие жилеты для того, чтобы они были видны и людям, и непосредственно. А как нам определить дружинника в новой форме? Что это за форма? Вот вы уже сказали деталь, да, светоотражающая. Но это могут быть и работники дорожные и так далее. А дружинник как? Ну, начнем с того, что дружинник сам по себе по улицам не ходит. Дружинники патрулируют совместно с сотрудниками внутренних дел. Они ходят по определенному маршруту. Существует карта маршрута. Дружинник на светоотражающем жилете написана аббревиатура ДНД. Скажите, пожалуйста, красных... Красные повязки есть. Есть? Потому что мы к этому привыкли. Конечно, с надписью «Народная дружина». Сейчас хочется как бы отметить, что большая часть районов города будет покрыта патрулями полиции. Так называемый смешанный патруль. Это сотрудники ДНД и сотрудники органов трудных дел. Вот скажите, цифры названы серьезные. К концу 2016 года планируется увеличить количество дружинников до 10 тысяч. Где брать вот этих людей? Кто вот этот потенциал? Кого вы будете привлекать? Потому что это же добровольно? Я хотел бы сказать о том опыте, который уже у нас есть. И мы изучаем опыты Кировской области. Мы взаимодействуем и созваниваемся с ДНД Кирова. Там очень интересные тоже есть такие и серьезные, в отличие от нашей, скажем так, специфики, сдвиги в этом направлении. Они работают и с госавтоинспекцией. Они работают с общественным контролем. И мы сейчас тоже такие, скажем так, структуры создаем. А преступность там ниже по уровню? Вот если вы говорите там сдвиги, то должно быть как-то на эффективности отражаться? Вы понимаете в чем дело? Я не берусь от оценки, давай статистики сейчас, где преступность ниже, там различные показатели. Я сейчас говорю о методиках. То есть некоторые методики у нас вообще не задействованы. Из тех, которые задействованы там. В принципе. То есть таких аналогов нет. Сейчас мы рассматриваем категории граждан, различные совершенно. Не только, как говорится, студентов, как некоторые предполагают, или там, не только людей. А сейчас, по опыту прошлых лет, конечно, у нас очень много есть студентов с специальностей промоохранительной направленности. Или тех специальностей, которые могут быть востребованы в органах внутренних дел и силовых ведомствах. То есть это могут... Ставка на них основная получается, да? Нет, я не хотел бы делать ставки на какие-то конкретные категории. Просто разным категориям граждан этот механизм, ДНД как механизм, может быть интересен. То есть нельзя, нельзя вот так сказать... А кому стоит прислушаться? Я вот сейчас хочу вам рассказать об этом. То есть первое, это студенты юридических специальностей, правоохранительной направленности. Это студенты не только институтов, то есть высших учебных заведений, но и студенты колледжей. То есть в которых есть такие специальности, как правоохранительная деятельность, социально-правовое отделение. Кроме того, в правоохранительные органы требуются различные специализации, не только связанные с юридическими, как многие думают. Плюс большая ставка идет на те учебные заведения, которые планируют прохождение практик для студентов старших курсов. То есть это тоже отдельные категории, которые могут пройти практику, плюс определенное профориентирование получить. Проводились вот в январе месяце специальные акции «Студенческий десант» для студентов, которые могли пройти экскурсии, скажем, один день в работе органов трудных дел. Это было на территории городского округа Самары, мы непосредственно принимали участие, и проходили такие мероприятия на территории области. То есть достаточно интересные мероприятия. Так, первая категория студенты, довольно обширная. Вторая категория, конечно, это пенсионеры военной службы, пенсионеры МВД, которые знают специфику службы и знают тем более специфику многих службов правоохранительных органов. Для них, как говорится, здесь нет ничего такого неизвестного, они понимают, как это делать, многим очень нравится сама среда, понятная для них контингент людей. Вот, они приходят, активно принимают участие. Еще одна категория людей, это молодые люди, вернувшись со службы в вооруженных силах, у которых существуют вопросы и в выборе дальнейшего, скажем, профориентирования плюс трудоустройства. Плюс у них есть определенное время, скажем так, на том, чтобы, если при желании трудоустройства в органы, скажем так, государственной власти или правоохранительные органы, ведомства силовые, там существует такой момент, как прохождение комиссии, сбор определенного количества документации. То есть это достаточно длительный период. Плюс стажировка, допустим, в органы МВД проходит порядка от трех до шести месяцев. Это еще стажером. Поэтому до этого времени они хотят и посмотреть, как это устроено изнутри, и каким-то образом, как бы, ну, ориентироваться уже в том, правильно ли делают выбор или нет. Понятно. Вот вы назвали три категории. Это еще, как бы, не все категории. Вот я сейчас напомню, вот действительно, пока вы говорили, вспомнила фильм «Самая обаятельная, привлекательная», где вот эта вот героиня, которую исполняет Ирина Муравьева, была в роли дружинника и потом с синяком, значит, поймала преступника и так далее. Вот такие вот непрофессионалы смогут участвовать в народных дружинах или нет? Мы на самом деле ждем всех граждан с определенными, скажем, условиями, которые у нас диктует федеральный закон 44-й об участии граждан в охране общественного порядка. Если говорить коротко, да, я вам скажу, то есть это граждане с 18 лет, отсутствие судимости, это вот так вот в общих моментах, потому что каждый кандидат в добровольную народную дружину обязательно проверяется по информационным базам МВД. Не просто так, да? Конечно. Одного желания мало. После проверки он подается в реестр, этот реестр ведет у нас главное управление МВД по Самарской области. Женщины тоже могут принимать участие. Наверное, с какой-то специальной физической все-таки подготовкой. Ограничений закон не накладывает на это. Понятно. Иван Павлович, к нам поступает первый вопрос от телезрителей. Сергей Иванович интересуется, будут ли возобновлять с ДНД пункты и стационарные посты на въезде и выезде из города? Как ГАИ, так и полиции, как было раньше. Вот это предусмотрено? Я скажу одно, что я пока не имею таких полномочий отвечать на такие вопросы, потому что все то, что касается пунктов, таких стационарных, это введение лежит либо городской администрации, либо территориальных органов внутренних дел. Такой информации пока нет. Да. На самом деле я за все, что конструктивно влияет на общественную безопасность в городе, потому что у меня также есть и братья, и сестры, есть родители, которые хотелось бы, чтобы до дома они доходили в целости и сохранности. А в связи с чем вот такой всплеск интереса к ДНД происходит? Потому что вот на моей памяти то возникают вот эти структуры, да, ДНД продвигается активно, потом все это утихает. Вот сегодня опять активный такой всплеск информации, направленности на развитие народных дружин. С чем это связано? Я думаю, что здесь с двумя факторами связано. Первый момент, конечно, это приход человека, заинтересованного, обладающего опытом. Это вы имеете в виду начальника управления? Я имею в виду начальника управления, потому что от, скажем так, первого лица внутренних дел, органов, которые непосредственно взаимодействуют с гражданами по этому вопросу, очень многое зависит. Личная заинтересованность. Второй момент, это принятие федерального закона в 2014 году, который все-таки дает правовой статус. И уже называет гражданина, участвующего в охране общественного порядка, или, скажем так, классифицирует его как народного дружинника. Наделяет определенными правами, не дает, в отличие от, скажем так, региональных законов, которые ранее были, они, в принципе, просто определяли, скажем так, систему участия граждан в охране общественного порядка. Но не определяли его статус. Следующий вопрос. Какую зарплату будут платить сотрудникам ДНД? Вообще есть такое понятие сотрудник ДНД? И что мешает нашему правительству вернуть льготы сотрудникам полиции? Ну, это уже второй вопрос. Вот пока сотрудники ДНД будут получать зарплату какую-то? Ну, возможно, можно так называть их сотрудниками ДНД, как были, членами ДНД. Это как уже вам угодно. Ну, дружинники, да, хорошего слова. Есть, как бы, слово простое дружинники. Значит, дружинникам предусмотрены премиальные, которые выдаются на основании ведомости, личной ведомости каждого дружинника. От чего зависит? От количества? Я сейчас поясню. Ведомость фиксирует сотрудникам полиции каждый выход дружинника. Время заступления, время окончания несения дежурства, личный номер, или, как это называется, номер нагрудного знака, фамилия и подпись сотрудника полиции фиксируется все печатью. То есть, такой документ каждый дружинник ведет на каждом дежурстве, кроме тех регламентных документов, которые ему положены. И на основании этого документа уже он может премироваться по окончанию. Сейчас предусмотрена, как бы, приказом премия в размере 120 рублей в час. Сейчас. Понятно. Вот это уже конкретная информация. То есть, это конкретные моменты, просто... Конечно, нужно знать, за что ты будешь работать и рисковать, может быть, даже жизнь. Есть просто еще разные формы участия. Я думаю, что какие-то формы новые появятся у нас на территории области еще. То есть, не только... Патрулирование. Есть формы участия на работе дружинников на культурно-массовых мероприятиях совместно с полицией тоже. Рассматриваются вопросы, как бы, и в Госдуме о участии, скажем так, дружинников в каких-то еще профилактических мероприятиях. Вот. И есть еще формы, скажем так, не дружинников, но общественного контроля, который тоже может взаимодействовать с органами госвласти и органами внутренних дел. Да, вот это интересно. И второй вопрос, что мешает нашему правительству вернуть льготы сотрудникам полиции? Вы как-то связаны с полицией? В курсе вот этой темы? Посмотрите, я бы не хотел, как бы, давать, опять же, ответы за... На федеральном уровне, да? Не только федеральном уровне, а за те, как бы, структуры, за которые я, скажем так, не имею полномочий отвечать. Я думаю, что такой вопрос целесообразно задавать, как бы, как минимум руководству полиции и, возможно, даже нетерриториальному. Понятно. То есть, а может быть, депутатам Государственной Думы, которые принимают законы такие? Следующий вопрос. До позднего вечера, до 23.00 работать в дружине нужно будет, а как добираться до дома потом? И еще раз уточните про оплату. Марина заинтересовалась. Значит, по поводу, скажем, транспортного вопроса. На данный момент подаются автобусы непосредственно по окончанию дежурства к райотделам полиции. Или, как правильно сейчас говорится, по-новому, отделам полиции. Вот этот автобус из удаленного отдела двигается в сторону, скажем так, противоположную города. И, в принципе, дает возможность, ну, скажем так, на ведомственном транспорте добраться до дома. А, все-таки. Такой момент есть, да. То есть, он принят. То есть, какие-то, может быть, будут корректировки дальнейшие. Я сейчас не могу об этом сказать. Я просто... Ну, то есть, конкретно до дома, не до пункта вот этого полиции района, а до дома довезут вот эту дружиницу Марину, если она... Дружиницу Марину не до квартиры, я думаю, довезут. Вот. Насчет того, что, как бы сказать, по уже доставке непосредственно, как это будет организовываться в дальнейшем, я думаю, будут просто корректироваться теми вопросами и проблемами, которые будут возникать. Понятно. Такая возможность существует. Да. Следующий вопрос. Где можно записаться в ДНД? Скажите, вот это уже есть, работа проводится? Это набор дружинников? Конечно. Работа ведется, она не останавливалась никогда. То есть, непосредственно могу вам сейчас продиктовать, как бы, адрес. Да. Лучше всего телефоны, конечно, чтобы созванивались, потому что бывают какие-то экстренные мероприятия, когда люди выезжают. Но так вообще, наше местонахождение, это Самара, город Самара, улица Фрунзе, 179. И телефоны, я вам продиктую, это городской номер 922 83 18, 990 83 18. Угу. Завтра будет повтор программы, и если кто пропустил информацию, пожалуйста, запишите конкретнее. Следующий вопрос. Атерийные. Бывают ли в дружинниках, принимают ли казаков? Есть ли там учащиеся из кадетских корпусов? И если принимают, то другие у них полномочия или все те же? Опять же, как бы, то есть, есть вещи, которые, как бы, мы, ну, то есть, в которых я компетентен, есть какие-то, может быть, нюансы, которых я могу не знать по ряду, как бы, моментов. Насколько мне известно, работа казачьих формирований регламентируется в законах о казачестве. Но, в принципе, как бы, в тот момент, когда он приходит в качестве гражданина, его нет никаких ограничений по участию в качестве дружинника. Ну, вы будете приветствовать такого вот дружинника с прошлого казака и с настоящего? Нет, для нас нет разницы. Он же при этом не перестает быть гражданином. Ну, может, у него какие-то спецзадания? Или это все будет тоже рассматриваться, раз у него такое? Понимаю, что у него. По поводу кадетских корпусов, я просто отвечу как бы целиком. То есть, кадетские корпуса, опять же, все у нас регламентирует закон федеральный. У нас есть возраст. У нас есть, как бы, требования. Если все это соответствует, то нет никаких препятствий патриотам. Понятно. Следующий вопрос. Как будет застрахован сотрудник ДНД? И в случае травмирования какие будут компенсации? Значит, вопрос о страховании сейчас рассматривается. Он и на областном уровне рассматривается, и на уровне городском. Вот, в принципе, с точки зрения, как это будет, то есть, какие компенсации будут, это все рассматривается от страховки. То есть, этим занимаются страховые компании. То есть, этим не занимается непосредственно ни ДНД, ни МВД. Этим занимается страховая компания. Но это личное дело каждого, застраховаться перед тем, как идти в дружинники, как-то застраховать свое здоровье? На данный момент у нас целенаправленно, то есть, такого критерия нет, как наличие страхования. Но вопрос о наличии его рассматривается сейчас для того, чтобы обеспечить, скажем так, страховками всех дружинников, всех членов народной дружины. А вообще, в вашей практике были такие случаи, когда действительно дружинники были травмированы, подвергались какой-то опасности, и потом даже лечились. Ну, что-то такое. Почему нельзя, сломя голову, идти в дружинники, просто потому, что захотел? У нас таких примеров не было. Вот на нашей практике работы, сразу скажу. Второй момент, как бы, у нас по федеральному закону запрещено подвергать опасности народных дружинников. Ну, запрещено, а преступник может подвергнуть. Я вам говорю, в принципе, преступник может подвергнуть любого гражданина на улице. Человек может выйти из подъезда, поскользнуться, да, и получить какие-то травмы. Это же не означает, что люди больше не должны уходить из подъездов. То есть, в принципе, как бы, да, действительно, как бы, вопрос страхования, он достаточно актуальный в плане того, что потеря временной даже нетрудоспособности, она, конечно, должна как-то компенсироваться. А вообще средства самозащиты какие-то есть у дружинников? Или они вот просто как ходят, так вот просто с этими светоотбрасывающими? На данный момент законом не предусмотрены специальные средства для ношения дружинниками. В принципе, гражданское оружие, которое, как гражданин, то есть в момент участия, он, конечно, дружинник, но он не перестает быть гражданином, он может с собой носить. Вот конкретно это что вы имеете в виду? Гражданское оружие, которое по закону полагается любому гражданину. То есть электрошок может он с ним ходить, да, в дружиннике? Другой вопрос, где он и как будет применять. Потом в законе четко описаны как бы факты, скажем так, факты применения физической силы дружинникам, да, то есть для... но при этом оговорено, что в рамках действующего законодательства, действующего Конституции... А что конкретно может дружинник сделать? В принципе, то же самое, что и обычный гражданин, понимаете, да? То есть закон, в принципе, нас отсылает обратно к Конституции. То есть ничего такого, ну вот что вот может сделать дружинник? Какие у него полномочия? Остановить, спросить документы или что? Вот отошел сотрудник милиции от него, полиции? Во-первых, народный дружинник, это в первую очередь, это глаза и уши сотрудника полиции. Это свидетель, когда, особенно это касается, когда происходят такие факты, скажем так, оскорбления сотрудников полиции, когда другой сотрудник полиции не может являться свидетелем. Понятно. Понимаете, да? Это понятые. Это определенный общественный контроль, как бы, в принципе, в том числе и деятельность сотрудников полиции. То есть вот полномочий задержать преступника, который, увидел он, что он стащил там макалатку и побежал арестовывать его, задерживать, нет таких полномочий? Во-первых, при совершении явного правонарушения, скажем так, в принципе, любой гражданин может отреагировать на это. Это у нас по закону разрешено. Для этого не надо быть дружинником. То есть, в принципе, это гражданин, скажем так, участвующий добровольно в охране общественного порядка, имеющий определенный статус. Сейчас ему там, скажем так, по закону могут добавить еще по уномочия работы со штрафами. И у дружинника есть, скажем так, права, которые касаются, скажем так, определенной его защиты. Защиты от противоправных действий, в том числе предусмотренных штрафов за оскорбление дружинника. А, вот. Да, потому что... Ну, пока, как бы, на нашей практике мы таких вот моментов еще не испытываем. Скажите, если сотрудник полиции будет задерживать преступника и задержал, вот два дружинника могут быть его понятыми? Два дружинника? Конечно. Могут, да? Конечно. Несмотря на то, что они все вместе работают в одной вот... Во-первых, они участвуют в охране общественного порядка. Они не работают в полиции. Угу. Они граждане. Понятно. Все-таки хотелось бы еще вопрос дополнительный по физической подготовке дружинника. Есть ли какие-то специальные требования? Потому что у всех разные физические формы, состояния, да? Если вот он, наверное, он должен быть физически каким-то вот... У нас специальных требований для добровольных народных дружинников в общем нет. Но у нас есть специальный оперативный отряд, который занимается спортом, который у нас сдают определенные физические нормативы, в которых проводят с ними подготовку по боевым приемам борьбы. То есть у нас специализированные есть подразделения, да. И дружинников даже. Дружинников. Да. А какие-то вот удостоверения, вот вы уже проговаривали, еще раз хочу уточнить, кроме вот этой повязки красной, какие-то вот удостоверения, которые может предъявить дружинник по требованию гражданина, к которому он будет обращаться, будут или нет? Конечно. Будут? Конечно, да. То есть предусмотрены. У нас сейчас внесены изменения в 138 закон Самарской области, 115 закон, подписанный в прошлом году. То есть да, предусмотрены. Следующий вопрос от Натальи. Будет ли проводиться патрулирование во дворах домов или только на центральных улицах? Вот по маршрутам, да. Говорить за органы внутренних дел я не буду, не имею на это права, ни морального, ни фактического. Скажу уже из увиденного. То есть по картам маршрутов сотрудники полиции, совместно с дружинниками, уже заходят во дворы, но согласно маршрутам патрулирования. То есть я думаю, что при увеличении количества нарядов обязательно будут проходить и через дворы, через большую часть. По крайней мере там, где вот непосредственно я находился, проходили через дворы, проходили как бы через там и кромыши определенные, то есть и общались с жителями, с местными, и как бы пожелания определенные выслушивали. Люди очень положительно относятся к этому. Что скрывать, как бы и сотрудники полиции, как бы многие очень как бы заинтересованы в этом, высказали. Именно как бы удовлетворение тем, что они делают какое-то благое дело для тех людей, с которыми они вместе рядом живут. Понятно. Следующий вопрос. Зачем вообще ДНД? В чем его смысл? Ну, во-первых, это взаимодействие гражданского общества и, скажем так, исполнительной власти. То есть, в том числе и силовых ведомств в лице правоохранительных органов. То есть, это вот очень такой важный момент увеличения доверия к правоохранительным органам. Непосредственно профориентация людей определенных, кто желает поступить на службу в правоохранительные органы. То есть, это не только как кадровый резерв мы рассматриваем. То есть, просто, может быть, у нас специфика определенного направления, есть такое. Но и обычные граждане также могут плотнее взаимодействовать и увеличить степень доверия к людям в погонах. Да. Скажите, пожалуйста, так, точно будете платить зарплату? Вот еще коротко. В каком смысле точно? Ну, да, вот если бы после рада. Есть такое постановление у нас городской администрации, то есть, заложены определенные средства на текущий год. Конечно, будем. Просто премия выплачивается по факту. То есть, никаких куда-то денег, выделенных изначально, нет. Есть определенные ведомости, по которым ведется расчет. Да, вы говорили, что все это нужно оформлять. И потом уже по факту конкретных вот этих вот патрулей выплачивается премия. Да, да, да. И еще вопрос от Ирины. Могут ли дружинники проверять документы без участия полицейских? И какие документы должны быть у самих дружинников? Ну, зрители только присоединяются. Могут ли без? Нет. Нет. Получается нет. И, по крайней мере, пока я таких вообще законодательных инициативах не слышал. То есть, можно полицейский, и ты уже рядом, там что-то. Просто есть другой формат работы, скажем так, дружинников, когда они привлекаются на массовые мероприятия в качестве, допустим, контролеров-распорядителей. Ну, это уже другой момент. Тема оказалась популярной и интересной, привлекла внимание телезрителей. Я думаю, что мы обязательно вернемся к этому разговору. Тем более, что у вас еще есть одна тема военно-периодического воспитания. До следующей встречи. Спасибо вам за внимание, активность. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!